На постоянном контроле у главы города в здании по Красноармейской 60, пострадавшим в результате крупного пожара весной этого года, ни на день не утихает работа. Накануне представители городских властей, фонда капитального ремонта и подрядной организации встретились с собственниками квартир дома Челышева в администрации Самары. На данный момент по муниципальному контракту с Департаментом городского хозяйства и экологии строители восстанавливают межэтажные перекрытия, внутренние стены и перегородки, входные группы и инженерные коммуникации. Эти работы выполнены на 90%. Систему отопления восстановили полностью. Подрядчик, работающий по контракту с фондом капитального ремонта, занимается монтажом крыши и чердачных перекрытий. Перекрытие чердачное у нас закончено на 100%, межэтажное перекрытие у нас закончено на 98%, то есть осталось там пара штрихов. По кухням стены фундамента залиты, сделаны обратные засыпки, то есть сейчас возводятся уже стены, вот начали и уже сейчас завозим материал, то есть на крышу, именно на стропильную систему. Все это буквально вот со дня на день будет завезен материал и будем начинать уже монтировать крышу. Строители стараются оперативно решать все вопросы и исправлять замечания, которые возникают у жителей. Что меня порадовало, во-первых, в самой встрече, это то, что у жителей этого дома, к счастью, не было никаких претензий к строительным организациям. Все идет по плану. Сам по себе разговор достаточно был интересный, потому что некоторые проблемы, которые уже не касались непосредственно ремонта, но волновали жители, они тоже были обсуждены. И мне кажется, и жители были благодарны за то, что эта встреча была организована. Нас интересует после всего этого, насколько нам все это восстановит, потому что мы были в неведении. Это у нас сейчас была встреча, на которой нам ясно и четко разъяснили, как и по какому алгоритму будет все это делаться. Вопрос о полном заселении жителей в квартиры будут поднимать после завершения всех работ по монтажу кровли. Это планируют сделать осенью 2024 года. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События.